Кто не знает дядю Стёпу, дядя Стёпа всем знаком. Даже дошколятам, которые пришли на выставку-лекцию. Пятилетняя Милана Щурова так много знает об этом герое книги, что в декабре вместе с мамой приняла участие в городском конкурсе. Они рассказали о памятнике дяди Стёпе в своем видеоролике, как о достопримечательности Самары и заняли первое место. Значимость книги, наверное, важна для деток даже в таком возрасте. И очень часто, когда дни рождения каких-то таких известных писателей детских, мы приходим сюда, слушаем информацию, играем. Детки много нового узнают, вопросы задают, загадки какие-то. Остается у них какие-то впечатления и знания. Дядю Стёпу изображали многие мультипликаторы и художники. Это иллюстрация Владимира Сутеева, одного из основоположников советской анимации. Сутеев создал первый мультфильм про дядю Стёпу, а это иллюстрация Ювеналия Коровина. Такие персонажи, они всегда положительные, добрые. Они воспитывают в детях тоже в какой-то степени вот эту вот доброту. И обычно в сказках великаны у нас предстают как какие-то злые образы. А вот дядя Стёпа, он такой под три метра, но он всё равно очень добрый персонаж. Выставку-лекцию в библиотеке приурочили к 111-летию со дня рождения Сергея Михалкова. Он прожил долгую жизнь и написал множество произведений, знакомых каждому. Среди них главный гимн России. А детям больше всего полюбился созданный им образ милиционера, всегда готового прийти на помощь. Виктория Шара и Елизавета Прокопенкова, Пётр Паломеев. События.